здравствуйте друзья сегодня ко мне на обзор попал интересный гаджет то ли часы с функциями смартфона то ли смартфон в корпусе часов это продукт молодой китайской компании ten fifteen часа f2 начнем с характеристик устройство выполнено форме наручных часов диаметром около 45 миллиметров и толщиной в 14 миллиметров экран диагональю в 1 и 39 сотых дюйма и разрешением 400 на 400 точек выполнен по технологии супер амолед за быстродействие отвечает процессор mtk 6580 частотой 1 гигагерц объем оперативной памяти 1 гигабайт внутренней памяти 16 гигабайт полный набор беспроводных интерфейсов bluetooth 4.0 wi-fi 2.4 гигагерца gps часы могут работать с одной наносим карта сетях gsm 850 900 1800 1900 мегагерц с поддержкой 3g стандарта b1 b5 поддерживаются все фитнес-функции шагомер счетчик калорий и расстояний измерение пульса осуществляется в динамике при активации этого режима идет беспрерывный контроль встроенный аккумулятор имеет емкость 380 миллиампер часов и может обеспечивать до трех суток автономной работы конечно в зависимости от характера использования часофон защищен по стандарту ip68 и выдерживает получасовое погружение на глубину до полутора метра работает устройство под управлением android 5.1 перейдем к осмотру оставляется устройство в непритязательной кубической коробке с надписью smart watch никаких других опознавательных знаков не имеется материал коробки весьма плотные послужит неплохой защитой от повреждений на задней стороне тоже нет ничего интересного только наклейка предупреждения необходимости зарядить перед использованием и складской номер из магазина заглянем внутрь часы удерживаются в плотной вставке при помощи собственного ремешка по коробке не болтаются кроме часов комплекте имеется еще небольшая инструкция и два дополнительных картонных бокса с аксессуарами для часов в первом боксе зарядный кабель рассчитаны на юсб разъем с другой стороны четырехконтактный магнитный разъем во втором специальная отвертка которая предназначена для винта удерживающего крышку лотка sim-карты часы выполнены в классическом дизайне с круглым экраном они довольно массивны органично будут смотреться на мужской руке для женских ручек пожалуй слишком брутальны с правой стороны в верхней части находится единственная кнопка стилизованная под заводную головку она отвечает за разблокировку экрана включение выключение вызов диспетчера задачи возврат в нижней части отверстие для микрофона с левой стороны находятся отверстия динамика корпус стального цвета смотрится дорого и стильно по углам четыре крепежных винта ремешок часов сделан по-видимому из кожи китайской чупакабры но довольно неплохо не пахнет не мнется и в меру жесткий на задней стороне находятся контакты для подключения зарядного кабеля лазерный датчик пульсометра и крышка отсека сим-карты при помощи комплектной отвертки вывинчивается маленький фиксирующий винтик и снимается крышка отсека для сим-карт крышка отсека по периметру плотина резинкой платок для сим-карты оборудован металлической крышкой фиксатора заполнение круглого экрана сто процентов полоса как некоторых моделях нет основной экран с изменяемым скинам содержит основную информацию такую как текущее время дата процент заряда количество пройденных шагов может быть информация о пульсе либо температуре по длительному нажатию на экран запускается режим смены скидом из предустановленных есть опция скачать новое свайпом вниз открывается тройной информационный экран на первом содержится информация текущей дате дни недели времени проценте заряда и статусе соединения сотовой сетью и внешним смартфоном второй экран содержит меню управления внешними интерфейсами яркостью экрана и режимом работы звук телевибро третий экран это шагомер свайп вправо это текущее уведомление например sms или данные переданных файлов свайпе вверх это погода на текущую дату а из меню часов можно узнать прогноз на ближайшую неделю свайп влево доступ ко всем опциям и установленным программам по умолчанию не отображаются в виде списка протягивающегося по окружности но настройках можно установить расположение в виде лепестков скорость работы интерфейса быстро реагирует моментально совершенно не тормозит в начале списка опций телефонные звонки как я и говорил это по сути смартфон в корпусе часов из-за размера экрана звонки гораздо удобнее принимать но при необходимости можно и совершать говорить можно прямо в часы на удобнее работать с блютуз гарнитуры я бы крайне рекомендовал использовать ее вместе с этим гаджетом звонить можно как при помощи номера набирателя так и со списка контактов что будет гораздо удобнее быстрее sms читать нормально но вот отвечать будет весьма непросто из-за маленьких клавиатуры меню настроек более менее стандартная для android гаджетов здесь можно задать параметры звука экрана настроить язык русский есть дату и время посмотреть расход энергии здесь же настраиваются беспроводное подключение вай фай есть даже режим точки доступа bluetooth gps имеется специальная настройка которая включает режим шагомера и может включать экран при поднятии руки меню имеется отдельный пункт подключения к смартфону он представляет собой просто инструкцию по qr-коду скачиваем приложение открываем переходим на вкладку настройки подключаемся к часофону после того как мы установили приложение а называется она вивоч кстати его можно скачать из play market после его установки делаем все по инструкции запускаем поиск оборудования каких-то особенных возможностей приложение не дает можно установить дневную норму шагов разрешить доступ к управлению камерой и музыкой часов есть определение местоположения по карте с метками начала и завершения пути и фиксированием уровня заряда аккумулятора часов текущие исторические данные по пройденным шагам с возможностью похвастаться в соцсетях со смартфона можно запустить пульсометр причем замер не разовая в динамике тоже имеется история и возможность поделиться результатами на мой взгляд обозреваемый гаджет вполне самостоятельное устройство и в синхронизации с основным смартфоном особенно не нуждается из полезных приложений можно еще упомянуть напоминалку приложения которая напомнит попить водички размяться принять лекарства и дать отдохнуть глазам при синхронизации со смартфоном при помощи часов можно делать снимки камеры смартфона и управлять музыкальным плеером 16 гигабайт внутренней памяти часофона превращает его музыкальный плеер и здесь не обойтись без bluetooth наушников имеется и галерея кстати фотографии на экране выглядят весьма неплохо календарь диктофон штатные фитнес-функции представлены пульсометром который проводит беспрерывный размер пульса в онлайне и шагомером который активен всегда в фоновом режиме если в настройках включена эта функция который содержит информацию о количестве сделанных шагов пройденном расстоянии сожженных калориях и истории по дням по умолчанию на часофоне не установлены google сервисы которые нужны для работы многих полезных приложений но есть и отличные альтернативы мне нравится пока пью в котором можно найти все нужные приложения кстати при его помощи мне удалось установить и google сервисы и play market и и карты благодаря чему стало возможным устанавливать многие сторонние приложения которым необходимы эти сервисы частности используемая многими страва или не менее популярный фитнес трекер и любые другие трекеры под android по длительному нажатию на кнопку вызывается меню в котором можно выключить или перезагрузить часы вывести список запущенных приложений есть интересная опция сделать изображение квадратных из-за формы экрана в некоторых случаях нужны опции могут прятаться за рамкой круглого экрана здесь поможет опция вывода в квадратном окне здесь же имеется опция перевода часофона в режим экономии энергии в этом режиме экран часов отображает только время и уровень заряда отключаются все беспроводные интерфейсы что касается автономности она очень сильно зависит от характера использования смарт-часов например включенный вайфай посадит аккумулятор за два-три часа в режиме умеренного использования с активной сим-картой периодическим включением вайфай на короткое время несколькими звонками тестами часы разрядились за сутки использования на 64 процента еще через 12 часов в режиме ожидания до 18 процентов назначение этого гаджета по моему мнению это дополнительный телефон случаях когда большой дорогостоящий смартфон брать с собой неудобно или не очень оправданно например пробежка или выход на природу пикник пляж на основной сим-карте настраивается переадресация в случае отсутствия связи на симку в часах смартфон переводится в режим полета и все звонки переадресовываются на часы смартфон можно спокойно оставить дома часы взять с собой тут очень не лишняя кажется bluetooth гарнитура 16 гигабайт встроенной памяти вместе от немаленькую музыкальную коллекцию которая скрасит вашу пробежку аналогично часа фон сможет вас выручить случае разряда основного телефона для себя я вижу только вариант с пробежками тренировками для повседневного использования мне больше нравится mosfet на этом все спасибо за внимание если видео вам понравилось ставьте лайки если у вас остались вопросы задавайте их комментариях чтобы не пропускать новые обзоры подписывайтесь на мой канал до новых встреч